Депутатам представят отчёт о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону в Хакасии, который, кстати, для многих муниципалитетов начался, как всегда, неожиданно. Проблемы с подачей тепла возникли сразу в нескольких населённых пунктах Ширинского района и в Черногорске. Более серьёзные проблемы остаются у Сорска. Из республиканского бюджета в срочном порядке выделяют деньги на топливо и ремонт центральной котельной. Но в городе по-прежнему действует режим ЧАЭС. На октябрьской сессии парламентариям представят подробный отчёт. В рамках правительственного часа с докладом выступят представители исполнительной власти республики. Перинатальный центр в Хакасии намерены сдать уже в сентябре 2016 года. На строительстве одного из самых значимых социальных объектов побывал председатель Комитета по здравоохранению и социальной политики Верховного Совета. Владимир Костюш оценил проделанную работу. Подрядчики уже полностью подготовили площадку под главный корпус медицинского центра. «Уборка из лишнего мусора, грунта, срезка заражённого растительного слоя, которое пришлось утилизировать на свалке ТБУ в городе Черногорске. На сегодняшний день эти работы практически завершены. Выполнено временное электроснабжение. Я надеюсь, к концу недели у нас уже будет электроэнергия здесь по постоянной схеме». Сделано и водоотведение, которое, кстати, потребовало дополнительных расходов из-за близкого расположения грунтовых вод. О том, что Хакасии необходим перинатальный центр, говорили многие годы. Однако только в декабре 2013 года республике удалось войти в федеральную программу, а уже через месяц заключить контракт на строительство. «Будет создан стационар на 150 коек, в структуре которого будет 105 коек акушерских и 45 коек неонатальных, то есть для детей раннего возраста. Среди 45 коек будет 20 коек реанимационных, так же, как и в акушерском стационаре, будут находиться операционные, реанимационные и так далее. Вся структура отделения, какая необходима. Кроме этого, будет создан консультативно-диагностический центр на 250 посещений в смену». Стоимость объекта – 3,5 миллиарда рублей. Треть из них заплатит республиканский бюджет. На особом контроле сегодня и строительство военного городка. Работу инспектирует в том числе и Президиум Верховного Совета во главе с Владимиром Штыгашевым. На этой неделе депутаты побывали в пятой отдельной железнодорожной бригаде, на базе которой и идут работы. Парламентарии осмотрели строительную площадку. Военный городок нового поколения – около сотни объектов. Планируют построить за два года. Впрочем, самое важное для части строения сдадут буквально через месяц. «Столовая у нас – стратегический объект. Объект нынешнего года сдача. Несмотря на то, что документация с колес, в общем-то, мы по графику сегодня выполняем все работы, мы пока не отстаем. Пока не все виды работы. Вот наметили до 4 ноября запустить тепло». Кроме казарм и базы для хранения техники на территории железнодорожной бригады появятся и музей, бассейн и даже ледовый дворец. Причем посещать их смогут как сами военнослужащие, так и жители Хакасии. Специально для них построят даже отдельный контрольно-пропускной пункт. Всего на масштабную стройку выделили больше 6 миллиардов рублей. Возведением военного городка занимаются подрядчики из Хакасии. Владимир Штагашев отметил, что это очень важный объект не только для Абакана, но и для всей республики. Фильм об истории, которая вершилась в Хакасии на этой неделе в Верховном Совете, прошла презентация документального фильма «Избранное народом». Представила его одна из телекомпаний республики. История образования, развития, сегодняшняя работа депутатского корпуса Хакасии в свидетельствах и воспоминаниях самих народных избранников. Рассказывается в 10 сериях. В общей сложности живая история парламента занимает 100 минут. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить за этот фильм. Он все-таки процентов на 95 носит, выдержанный такой характер, точностный характер. Фильм не о депутатах Верховного Совета, в том числе и о них. Они тоже участники всей процесса. А по сути дела фильм о создании, становлении республики Хакасии. Кукадры, текст, он как раз связан с теми событиями, которые пережила Хакасия. Посмотреть очередные серии фильма «Избранное народом» можно будет не только в эфире регионального телевидения, но и на официальном портале Верховного Совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова